ВЕСТИ КАМАЗА Вот каркасов кабин. Все яркие события 2018-го. Всего за 5 минут. Ну какой же Новый год без подарков? Свои сюрпризы камазовцы приготовили для дома малютки и не только. Как год встретишь, так его и проведешь. И тут важно все. Не только компания, но и праздничный стол. 42 выпуска, 300 сюжетов и более 500 камазовских лиц. Мы целый год были с вами и завершаем его, как всегда, в преддверии самого волшебного праздника Нового года. Калейдоскоп событий был так велик, что прокрутить его во всех деталях нам не хватило бы и часа. Поэтому мы отобрали только самые значимые вехи 2018-го и объединили их в наш традиционный предновогодний видеообзор. С него и начнем этот выпуск. В этом году камаз-мастер отметил 30-летие. Легендарная команда внесла большой вклад в развитие отечественного автоспорта. Несмотря на свою титулованность и мировую известность, команда не перестает удивлять и радовать своих поклонников новыми, еще более яркими победами. Каждая из них укрепляет авторитет и подтверждает возможности российского автопрома. Камаз-мастер – единственная команда в элите международных ралли, которая самостоятельно проектирует и производит гоночные автомобили. И на них же побеждает. В течение 2018-го года на всех основных заводах Камаза полным ходом шла модернизация. Так, на Кузнечном реализуются масштабные проекты, некоторые из которых позволят компании не только сэкономить, но и дополнительно заработать на поставках продукции диверсификации. Модернизация на главном сборочном конвейере автомобильного завода позволила полностью адаптировать ГСК-2 к сборке Камазов нового модельного ряда. А в эти дни завершается отладка сборки автомобилей поколения К5. В этом году на АВЗ приступили к сборке первых кабин для флагмана 54901. Также началась опытная сборка шасси. Кроме того, на автомобильном реализуется масштабный проект по увеличению мощностей изготовления передней оси для грузовиков перспективного модельного ряда. Новый роботизированный участок оживает на прессово-рамном заводе. Здесь стартовал проект «Локализация алюминиевого топливного бака». Запуск линии намечен на 2019 год. Проект станет еще одним шагом компании в реализации стратегии импортозамещения. Также на ПРЗ идет строительство линии по производству новых рам. Все необходимое оборудование прибудет на завод в 2019 году, а в 2020 производство рам выйдет на полную мощность. Также здесь на ПРЗ успешно завершился проект по освоению выпуска комплектующих в рамках программы локализации каркаса кабины грузовиков нового семейства. В рамках проекта для 80 фрагментов каркаса были разработаны и изготовлены 240 штампов. Последнюю серию штампов для наиболее сложных комплектующих изготовили в 2018 году. Еще на прессово-ранном заводе построен новый цех штамповки и сварки узлов кабины К5 площадью более 3000 квадратных метров. Новоиспеченное производство отличается высокой технологичностью. Здесь появилось новое роботизированное оборудование, а заводские прессы обрели вторую жизнь. Тем временем на новом заводе каркасов кабин завершаются пусконаладочные работы. Здесь сборка будет вестись в автоматичном режиме. При выходе на полную мощность завод в сутки будет выдавать 280 каркасов. В апреле 2019 производство планируется запустить в серийном режиме. На заводе двигателей построен новый цех обработки коленчатых валов для двигателя R6. Планируется выпускать 30 тысяч единиц этой продукции в год. Заработала в полную силу на заводе и новая линия стыковки двигателя с коробкой передач. Агрегаты проходят полный цикл – стыковку, докомплектовку, мойку и окраску. КАМАЗ активно внедряет в работу инструменты цифровой трансформации. Представлена программа, призванная поставить на новые рельсы всю работу компании, в частности повысить производительность труда. В рамках проекта Re-Engineering тестируется новая система управления производством – МЭС. В режиме реального времени в ней будет видно все, что происходит на линии. В итоге должна появиться IT-инфраструктура, которая позволит автогиганту изготавливать продукцию самым эффективным образом. Уже сейчас на КАМАЗе создаются цифровые логистические модели конвейера, соответствующие оптимальным темпам производства и параметрам, загруженным в программный продукт. Сегодня в зоне внимания логистов – автомобильный завод. Также в июле этого года КАМАЗ при поддержке Фонда развития интернет-инициатив запустил внутренний акселератор для проектов сотрудников компании. Он был создан с целью поиска и развития цифровых сервисов. КАМАЗ представил публике действующий прототип беспилотного электробуса «Шаттл» – широко адаптивная транспортная логистика. Зрители смогли ознакомиться с инновационной конструкцией, футуристическим дизайном и концепцией применения этой машины. Беспилотное транспортное средство предназначено для передвижения по дорогам с твердым покрытием, с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения. Беспилотник осуществляет остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Тендер на поставку 100 единиц электробусов для Москуртранса, выигранный КАМАЗом в середине мая, стал первым шагом по выходу компании на рынок Москвы с инновационным пассажирским транспортом. Уже в сентябре в столице состоялся запуск первого электробуса КАМАЗ. Машина, разработанная конструкторами научно-технического центра КАМАЗа, является одним из самых высокотехнологичных проектов компании. Это новый продукт, который отвечает жизни современного мегаполиса. Перспективная новинка была разработана в полном соответствии с требованиями заказчика. С Москуртрансом заключен контракт жизненного цикла, который предусматривает обслуживание техники КАМАЗом в течение 15 лет. В электробусе применены самые современные компоненты, но подзарядку его литий-титанатных аккумуляторных батарей уходит не больше 12 минут. Электробус заряжается от станции ультрабыстрой зарядки с помощью полупонтографа. В дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 380 вольт. Примечательно, что зарядка электробуса возможна при диапазоне температур от плюс 45 до минус 40. Таким образом, электробус может перевозить пассажиров круглый год. Кроме того, электробус адаптирован для маломобильной категории граждан, оборудован видеокамерами и спутниковой навигацией. На конференции трудового коллектива состоялось подписание коллективного договора компаний сразу на три года, на 2019 и 2021. При разработке документа на новый период ни одно обязательство действующего кол-договора не было исключено. В каждом разделе договора появились определенные изменения и дополнения. Основательно проработано тарифное соглашение. Для повышения материальной заинтересованности предусмотрен порядок оплаты труда работников, занятых на вредных производствах. С сокращенной продолжительностью рабочего времени, с учетом произведенных индексаций, актуализированы размеры доплат за условия труда. Отдельные надбавки предусмотрены для мастеров и старших мастеров. В коллективный договор внесено дополнение о надбавке за классность. Сегодня КАМАЗ является единственным в набережных челнах предприятием, в коллективный договор которого включен такой масштабный многосторонний социальный пакет. При этом сумма затрат по коллективному договору год от года возрастает. В бизнес-плане на 2019 год определено финансирование этого направления в размере 942 миллионов рублей. В августе КАМАЗ запустил таймер обратного отчета. Он считает оставшиеся дни до 50-летия компании. Во флешмобе, приуроченном к запуску отчета 500 дней до юбилея со дня начала строительства, участвовало около 200 человек. Сегодня таймеры одновременно работают на официальном сайте автогиганта и корпоративном портале Комета. Они показывают число дней, оставшихся до памятной даты – 13 декабря 2019 года. Совершить марафон по всем заводским новогодним торжествам у нас не получилось, как не хотелось. Знаем, камазовцы готовятся к этим концертам не один месяц. Ведь финальный праздник года – хороший повод показать самые яркие номера и услышать слова благодарности от руководства. Так, на заводе двигателей главный итог года – это полная готовность к производству рядного дизеля Р-6 для грузовиков будущего поколения. И этот общий успех придал празднику особое настроение. Встречали дорогих гостей главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка. Причем сразу в двух экземплярах. И неспроста. У каждого из них особая миссия – угощать заводчан мандаринами, да не простыми, а лотерейными. Зима, 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 зима. Волнительным моментом стало поздравление директора завода Сергея Снарского. Помимо пожеланий он подвел итоги такого важного для завода двигателей года. Самое яркое произошло на запуск линий по сборке нового двигателя, по стыковке нового двигателя, окраска. То есть наш новый проект, новый двигатель для нас – это самое яркое для заводчан. Отметили успехи и самих заводчан, подведя итоги конкурса «Лучший по профессии». Однако подарки в этот вечер получили не только его победители. Главным действом стала новогодняя лотерея, ведущим которой стал Сергей Снарский. Сергей Владимирович, Дед Мороз. Заключительной частью новогоднего концерта стали яркие творческие номера. Тагир Закиров, Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Молодежь КамАЗа под занавес года порадовала маленьких челнинцев в рамках проекта «50 добрых дел». Напомню, он приурочен к юбилею с начала строительства автогиганта, который мы отмечаем в декабре следующего года. Активисты присоединились к благотворительной городской акции «Елка желаний». Благодаря участию камазовцев были приобретены игрушки, канцелярские товары и сладкие подарки для детей, находящихся на лечении в Камском детском медцентре. Помогли работники компании и Дому малютки. Малышей ожидало немало сюрпризов. На утреннике этом побывала и наша съемочная группа. На новогоднем утреннике в Доме малютки зал буквально пестрил костюмами ребят. Собрались и сказочные персонажи, и милые зверята, и принцессы. В этом году к их празднику присоединились особые гости – молодежь автогиганта. Мы всегда рады новым гостям, их принимаем, тепло. Новый год – это новогодняя сказка, поэтому мы все бы хотели, чтобы чуть-чуть волшебство совершилось, чтобы наши дети в будущем году нашли своих родителей, чтобы каждый ребенок был счастлив. В рамках проекта «50 добрых дел» малышам подарили детские шезлонги. Проект растет и развивается, и сейчас он продолжает набирать обороты. Это только огромное начало большого, огромного дела, потому что сейчас серьезно собирается большой волонтерский штаб. Своей радостью камазовцы поделились и с Домом малютки. Они не только собрали вещи и подарили подарки малышам, но и своими руками сделали сказочные снежные скульптуры во дворе. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Вести Камаза. Давно известно, когда готовишь с удовольствием, то получается вкуснее. Участники битвы камазовских поваров по-другому и не умеют. В конкурсе под названием «Семейный ужин» или «Незваный гость» боролись шесть команд. От компании «Садексо» и Торгово-технологического института. Они представили, внимание, жюри шедевры кулинарии. Сложнее всего пришлось нашей съемочной группе. Надо было работать. А тут такие запахи. Изысканные блюда и скромный бюджет. Участники должны были уложиться всего в 3000 рублей. Поварам на выбор предложили шесть тем для воплощения своих задумок. «Незваный гость», «Свекровь и невестка», «Зять и теща». Мы, поскольку мы выбрали тему «Незданный гость», естественно, это требует скорости, активации быстрой, минимум затраты по времени, все, что имеется у каждой хозяйки в холодильнике. Было замечательно, потому что все собрались, все готовили и все помогали друг другу. Оценивали вкусовые качества блюд приглашенные гости, в том числе челнинские шеф-повара. Но участникам предстояло не только приготовить угощение, но и придумать сценку. В этом году мы ввели, как раз до этого мы не делали, а то в этом году ввели, чтобы четко соблюдался тайминг, то есть не больше 10 минут выступления и дегустацию. По словам организаторов, в битве поваров нет проигравших. Этот конкурс дает возможность отточить свое мастерство. Ведь без должной практики в поварском деле не преуспеть. Поздравления от президента России в нашей программе вы не увидите. Во-первых, еще рано, а во-вторых, оно для всей страны. Но есть такие пожелания, которые касаются только работников КАМАЗа и услышать которые можно только в нашей программе. Поэтому слово предоставляем Сергею Анатольевичу. Уважаемые коллеги, наступает волшебная пора. Мы вновь на пороге одного из самых любимых праздников – Нового года. Как всегда, встречаем его с особым светлым чувством и добрыми надеждами. Подводим итоги и строим планы на будущее. Дорогие друзья, впереди не просто новый 2019 год, но и год юбилейный для КАМАЗа. Поэтому хочу вам пожелать, чтобы в следующие 365 дней нас окружали только проверенные партнеры, надежные коллеги и верные друзья. Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение. И в году наступающем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Таким был 2018 год и его последняя неделя на КАМАЗе. Впереди год следующий и 2019 год интересный, увлекательный, возможно, трудный, но однозначно новый. Кстати, один из символов следующего года – желтый цвет. Кабан, которому переходят бразды правления в 2019-м, известен своей экстравагантностью, изобретательностью и отменным чувством стиля. А значит, просто необходимо, чтобы в вашем новогоднем наряде переливались солнечные оттенки, стол украшали ярко-оранжевые мандарины, а взгляд согревал золотой огонь свечей. Семейного вам благополучия! С наступающим праздником! И до встречи в новом году! На прессово-рамном найду настоящих друзей. Хороший у меня коллектив. Скоро поеду на обучение от кузнечного завода. Буду расти. А меня логисты на конкурс отправляют. Не подведу своих. Я на заводе обязательно раскрою себя, спою камазовцам. Мне на автомобильном одна девушка очень нравится. Пора познакомиться. С Новым годом! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ